Ребята, у нас получается, что вот этот первый удар может, если так подумать, это обманный удар. Не обязательно, чтобы вы его сделали им усилий. Человек вот сидит с щитом, да, он будет хорошо защищать свои ноги, если будете сразу бить ноги, он будет уходить или защищать. У нас вы можете делать первый удар легкий, но быстрый, получится, что вы его обманываете, он поднимает руки на защиту, это первая реакция. Легкий удар, получается, ядро хорошо здесь, но обычно, если щит большой, то не попадете, надо будет вот в эту часть. Представим, что он сбавляет. Раз, два. То есть удар будет с этой части и туда. Может это сделать с шагом в сторону. Давай, отлично. Потому что он будет уходить, получается, обратно, дай. В другую. Если делать с шагом в сторону, то вообще шикарно. Да, тогда же легче. Левая нога была впереди, в этом случае. Левая нога впереди. Раз, два, три. И хорошо получится. Вот и живая музыка. Кто случал. Приготовились, пробуем. Левая нога впереди, пробуем. Баклер, у всех в руках по Баклеру. Да, да. Вот, круем. На последнем Баклер не уводи далеко. Баклер придется держать постоянно впереди. Потому что будет лететь удар в голову. Делаем, делаем, делаем. Наши движения как пугнуть. Баклер, Сережа, Баклер постоянно впереди. Получается, что ты делаешь легкий удар, раз. Еще впереди. Делаешь удар вниз, поднимай на защиту головы. Получается, что это получается. Раз, два. Да, только еще круче заходи сбоку. И делаем удар. Еще? Да. Еще раз, повторение видел. Окей. Хорошо? Так. В идеале сделай шаг с моментом удара. Зашагнул и тут же прилетел туда удар. Как только наступил ногой на... Пробуем. Нет, 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 обратный. Да. С этим шагом? Да, да, да. Да, да, да. То есть я должен сделать... Правая нога коснулась земли, прилетел удар последний на цель. Раз, два. Первый, второй, за шаг и с третьим ударом. Два, за шаг. Бум, да. А то я то же самое делаю. Раз, два. Оно. Точно? Только твоя идеальная игра. Опять же, за шаг, как только ты топнул стопой, в этот момент прилетел удар на цель. Вот так, да. Этой стопой или этой? Вот этой. Этой? Да, правой. Раз, два. Да нет, я... Раз, два. Оп. Ну вот, нормально. Ага. Тогда смысл этого отхода? Это просто уходишь после этого? Нет, ты обходишь его сбоку с последним этим ударом. Чтобы он до этого не понимал, что ты его обходишь. Да. И вы сейчас за обход. Да. Если ты пойдешь на втором ударе, он поймешь, что ты туда идешь и начнет разворачиваться. Второй удар с проносом. Ты его проносишь через ноги противника. Да, и тогда он у тебя сразу выходит на замах. Угу. Угу. Пронос. Проносить через цель. Вот так. Только не по ногам. В горизонтальной плоскости старайся. Чтобы не чиркать под... Да. Проносить через цель. Просто обходишь его. Обходишь. Просто так подвинили. Пронесла и сразу в замах. Да, да, да. Пронос. Полноценный пронос. Не останавливай. Вот ты пронесла руку. Не спеши, Максим. Хорошо, еще раз. То же самое. Второй удар у тебя по ногам. Сразу ты его проносишь в меть через ноги и сразу он уходит в замах третьего удара. Нет, просто... Второй удар, который ты наносишь. Ты его наносишь с проносом по ноге и рука уходит сразу на третий удар. Да. 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 Это экономит тебе время и силы. Бум. 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 А вот тут должен быть уже засаг. На третьем ударе у тебя идет за шаг. Защита к противнику. Бум. Бум. Да. Хорошо, еще. Хорошо. Баклер вперед. Нет, баклер вперед. Куда рука стала наноситься? Вверх-вниз, вверх-вниз. Локоть вниз смотрит. Локоть вниз. Вот так. Вниз. Вниз. А кулак вперед. Правильно. Вот. Это у тебя баклер. Ты его за ручку держишь. Руку чуть дальше. Вот. Опять кулак прошел к корпусу. Вот. Дальше кулак. Влада, то же самое. Не прижимай баклер к себе. Баклер вперед. То есть ты уже должен быть здесь. Да. Когда делают пронос, я уже должен. Да. И так. Дальше кулак не говорю, что я должен делать на последнем. Я думал, что на последнем. Мне кажется, что так лучше. Давай я сейчас объясню всем, как есть такой момент. То, что... Из собственного опыта. Когда человек начинает меня бить в ноги, у меня рефлекторно что? Я опускаю щит или я ухожу, уложу ноги. И у меня одновременно идет и руки, и щит идет вниз. Поэтому последний удар, когда вы делаете вот здесь, вы должны быстро сюда заходить и попасть именно вот здесь. Потому что у меня здесь будет щит, или у меня нога уходит далеко. Поэтому, когда делаете последний удар, вы должны быстро заходить в эту сторону. Не по прямой линии уйти туда, потому что вы его не достаете. А заходить туда быстро. Может даже двумя шагами, не обязательно, чтобы один шаг. Вы можете двумя шагами зайти, но нужно на последний удар быстро заходить. Покажешь еще один раз? Да, могу с кем-то раздавать. Нет, на дереве. Хорошо, на дереве. Чтобы понять. Он тоже тебя боится, все ясно. Как бы по собственному опыту, когда бьет человека в ноги, он естественно уходит, или вот опускает щит, чтобы у меня попадает по ногам. Все, я должна себя защищать. Потом у нас получается, да, первый удар. Раз. Господи. Раз. Два. И сразу нужно далеко уйти, чтобы его достать. Потому что если вы попали один раз... В чем отличие, Сережа? В чем разница от того, что я говорил? Значит, он тебя не понял. Идея в том, что Катя, опять же, говорит, она еще раз говорит, она говорит о том, чтобы это не было заметно. Если вы начнете бить эти удары и вот так начнете двигаться, он сразу поймет, что вы заходите в бок. То есть, такой, раз, два, и здесь... Да, 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 да. Если у вас будет правая нога впереди, как бы, вам придется делать два шага, чтобы туда... Вы не можете вот так это сделать, как бы, вам придется два шага сделать. И вам может быть... Не скрещивая ноги, вот опять же, то же самое, что угодно под шаг. В таком момент лучше, чтобы у вас левая нога была впереди, потому что вы нанесли удар, и сразу вы можете туда побежать и сделать ему удар. Именно в эту часть, не здесь, под колено, здесь нужно быть...